Ассаламу алейкум, это Спорт Тайм, с вами Мия Бараева и Адам Ахмадов. И, как всегда, главные события в наших материалах. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе побывал на Олимпийской базе в Сочи, где многие отечественные спортсмены проводят свои сборы. Он пообщался со многими атлетами, в том числе и с дюдоистами. Напомним, Путин и сам является мастером спорта. И, естественно, к дюдо у него особое отношение. Президент вместе с остальными спортсменами провел тренировку на татаме, а после ее окончания пообщался с президентом федерации дюдо Эскафло Амрудея Дельгириевым и вице-президентом Межрегиональной детско-юношеской федерации дюдо России Хамзатом Нукаевым. Они были представлены как люди, победившие махинации с занижением возрастов спортсменов. Накануне Ахмат завершил свой заключительный сбор в турецком Белеке. Уже на будущей неделе команда соберется в Грозном на своей базе и начнет подготовку непосредственно к выездному матчу с Рубином, который запланирован на 2 марта. На турецком побережье Грозненский клуб не только активно тренировался, но и проводил контрольные игры. О том, в каком состоянии Ахмат подходит к сезону, в нашем репортаже. Сборы – это всегда тяжелая и изнурительная работа. Чем дольше они длятся, тем сильнее футболисты хотят начать уже играть официальные матчи. Не исключение игроки Ахмата. Полтора месяца тяжелая работа уже позади, и каждая из команды рвется в бой. Я думаю, во всех аспектах в игре делается такое направление, потому что в сезоне совсем другие игры. Там более досконально ты разбираешь соперника, знаешь сильные стороны, то есть как сыграть тебе то ли от обороны, то ли наоборот прессинговать постоянно. А на сборах ты больше отталкиваешься от своей игры, что тебе нужно, больше контроля. Очень часто выходишь из-под прессинга такого большого, но в чемпионате, наверное, ты себе такого не позволишь. Так что контрольные игры на сборах, честно говоря, какие-то выводы по ним делать очень тяжело. Во время заключительного этапа подготовки к весенней части чемпионата грозницы провели три спарринга. Сначала Ахмат обыграл Сабуртала из Тбилиси со счетом 2-1. Голы на счету Исмаэла и Мбенга. Матч был закрыт для телевизионщиков, поэтому мы вынуждены обойтись без отчетного видео. Зато у нас есть комментарий Андрея Семенова. По вчерашней игре в любой момент могли добавить и провести какую-то контратаку. А так пас ради паса у соперника ничего не давал им. И до каких-то моментов у наших ворот дело не доходило. Ну, хорошо, что выиграли. И, к сожалению, опять нам не удалось сыграть на ноль. Но будем двигаться в этом направлении. Двумя днями позднее чеченская команда разгромила молдавский Петрокуб 5-0. Отличились Мбенг дважды, а также Митришев, Шиманский и Балай. Ну, а в заключительный день сбора парни Рахимова встретились с Минским Динамо, который с недавних пор возглавляет наш старый знакомый Роман Пелепчук. Этот матч также был закрыт для прессы. Уже на следующей неделе Ахмат в Грозном начнет готовиться непосредственно к своему ближайшему сопернику – Казанскому Рубину. У Грозницев на данный момент одна потеря. Анхель Вилькер был прооперирован и вынужден пропустить две ближайшие игры. Новичков же пока также нет. До закрытия транспортного окна еще несколько дней, так что продолжаем ждать новостей. Чеченский боксер Имам Хатаев стал победителем самого старого турнира Европы. 70-й международный турнир «Странжа-2019» прошел в столице Болгарии. В нем приняли участие спортсмены из 40 стран мира. Среди них множество именитых атлетов, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Представитель республиканского спортивного клуба «Ахмат» провел три боя. Во всех одержал досрочные победы и вышел в финал. В решающем поединке Хатаеву должен был противостоять представитель Соединенных Штатов. Однако в итоге американец не вышел на ринг и Имам стал победителем. А накануне триумфатор Кубка «Странжа-2019» прибыл на родину. В аэропорту его встречали руководители клуба «Ахмат», тренеры, партнеры по команде. Ощущение вообще супер. Я не ожидал столько людей. Вообще все родные, близкие, все друзья здесь. Я очень рад. Просто не могу передать слова никак. Ну, на этот раз, alhamdulillah, вообще легко все прошло. Ну, бои, ну, хорошие соперники были, но, alhamdulillah, все хорошо прошло. Там первый, второй, третий бой так явно выиграл у всех. Ну что ж, дорогие друзья, триумфатор недавнего турнира в Болгарии. Имам Хатаев у нас сегодня в студии, а вместе с ними генеральный директор Республиканского спортивного клуба «Ахмат» Валид Эдилов. Ну, имам, первый вопрос тебе. Какие впечатления, как чувствуешь, каково быть обладателем столь престижного трофея? Нормально. Я не знаю, для меня это был как-то обычный международный турнир. Ну, все его называют малым чемпионатом мира. Там приехали 46 стран мира. Все лучшие первые номера, там участники Олимпийских игр, чемпионы Европы, мира были. Ну, хвала Аллаху, все прошло хорошо, нормально. Ты провел три боя, четвертый на четвертый соперник не вышел. Вот из этих трех поединков, самый сложный какой, кого бы ты выделил? Ну, второй бой со шведом был, со швецией. Он такой неудобный был просто, а так все три нормально прошли. Валид, что касается Олимпийского бокса, какие дальнейшие планы? Есть ли еще какие-то перспективные боксеры, ну, помимо Имама? Да, мы в этом году провели первенство республики, два первенства республики. Еще в марте будем проводить два чемпионата республики. И у нас в этом году будет проходиться в Осетии чемпионат Европы. На сайт-российском турнире «Динамо» выиграли два первых, три вторых и шесть третьих. И заняли общей командой первое место. Вот так. Это хороший результат. Ну, вот, Вальду, также буквально за несколько минут назад, вот перед началом нашей записи, отметили, что победа «Имама» на турнире в Софии очень важна в плане перспективы попадания на чемпионат мира. Вот об этом тоже. Вот помимо «Имама», есть ли у нас претенденты, вот именно от клуба «Ахмат», кто может попасть на чемпионат мира? Ну, вот, работаем сейчас над этим. Вот «Имама» я нанял для тренера индивидуального участия, готовить его. Как мы его наняли, уже вот этот турнир он выиграл. И прошлый бой, мы помним, с олимпийским чемпионом выиграл хорошо. Конечно, есть еще у нас спортсмены, есть, мы над этим работаем. Год недавно только начался, уже февраль. Посмотрим, да, мула. «Имама», скажи, как ты восстанавливаешься после соревнований? Я приезжаю домой, побываю с родными, с друзьями. И все для меня, не знаю, как-то это отдых. Я так и отдыхаю, а потом снова на сборах. А помимо спорта, если отойти, ты еще, есть какие-то у тебя еще, быть может, увлечения? Если честно, нет. Ну, а сейчас у тебя год только начался, но уже несколько стартов прошло. Два стартов. Ближайшие, да, какие, где планируешь выступить и когда уже начинаешь подготовку? Сейчас уже 7-го числа, марта, приглашают снова в Сочи на сборы. И там уже международные турниры будут. На этих международных турнирах нас рассматривают на чемпионат мира, ну, кто как выступил. И я очень надеюсь, что дальше смогу выиграть и попасть на чемпионат мира. И, не знаю, сейчас вроде в Германию вызывают на международный турнир. Приеду на сборы, там будет все ясно. Вот Валид отметил, что у тебя сейчас недавний пор появился индивидуальный тренер, с которым ты работаешь отдельно. Что он изменил в твоем тренировочном процессе и насколько он тебе помогает? Ну, он вообще не отходит от меня. Все время со мной работает и смотрит. Каждую ошибку я даже просто руку не могу опустить. Он сразу замечание делает. Ну, я все время, он со мной работает и думаю, уже лучше стал боксировать. Да, что касается, Валид, профессионального бокса. Вот Бахрам Муртазалиев, Аптидов, Таев провели свои недавно поединки и одержали победы. А вот про остальных боксеров профессиональных, как Умар Саламов. Ну, Умар Саламов у нас готовится в Америке. У него будет бой в апреле в Германии. Если он выиграет этот бой, он будет обязательным претендентом на IBF с Артуром Бетербеевым. И вот Асланбек и Дига тоже мы сейчас отправляем его в Америку. Он тоже там будет готовиться. Аптид Автай у нас там готовится. Мы в этом году, да, собираемся провести два турнира «Время легенд». И, скорее всего, остальные боксеры выступят у нас дома. Чуть поподробнее вот об этих турнирах, ближайшие уже на весну, как я понимаю. Да, ближайшие, в марте-апреле, вот еще дата не определилась. Но посмотрим. Вот там Аптид Автай выступит, Асланбек, наверное, и Дигов. А кто еще, кого еще нам стоит знать? Ну, у нас есть боксеры, допустим, Адлан Абдурашидов. Сейчас перешел на профессиональный бокс. Мехди Абдурашидов. Шамиль Хатай хочет по профессиональному попробовать. Есть много боксеров у нас. Все выступят дома. Когда дома турнир будет, то все будут выступать. А стоит ли нам ждать, может быть, какого-то супербоя, какие-то звездные гости? Вот Аптид предлагают сейчас серьезный бой. Я думаю, этот бой будет самый такой хороший бой. Посмотрим, да. А Бахрам Мортазалиев стоит ждать? Бахрам Мортазалиев, он сейчас тоже будет в Америке драться. У него бой, как и у Омара Саламова. Если он выиграет, то он тоже обязательным претендентом будет на ВАБО с чемпионом драться. Они вот дома сейчас не могут выступить. А остальные наши спортсмены, да, молодому покажут хорошие бои. А вот сейчас еще ходят слухи, что про бой Артура Бетербиева и Сергея Ковалева. Потому что Сергей Ковалев как-то в социальных сетях у себя написал. Ну, это интернетные слухи ходят. Там ничего определенного нету, что этот бой будет. Ну, они хотят делать. Посмотрим. Это не от нас зависит. Артур сам хочет этого? Артур-то хочет сам, конечно. Я тоже хотел, чтобы он с ним подрался. Ну, и вообще у Артура ближайший тоже будет уже совсем скоро, да? Да. Об этом тоже хотелось бы услышать. Ну, он готовится. Они там еще дату не сказали. Пока готовится оттуда. Это будет защита, да, его? Это будет защита его. Также хотелось выразить слова благодарности Рамзану Ахмадовичу Гадырову за всесторонную поддержку, которая помогает и развивает спорт в Ченской Республике. До этого есть. Спасибо большое. Ну, что ж. Большое спасибо Валид и Мам. Мы желаем вам удачи, удачи всем нашим спортсменам. Этот год обещает быть жарким, как и в Олимпийском боксе, и в профессиональном. Много интересных нас соревнований. Противостояние ждет. Будем внимательно следить и болеть за вагами. Ну, что же, это были Валид Идилов и Мам Хатаев. А мы продолжаем наш выпуск. В Аршаве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA-92. Это был первый выездной ивент, который прошел под эгидой обновленного чеченского промоушена. В рамках бойцовского вечера состоялось 15 зрелищных поединков. В карде были заявлены представители России, Польши, Бразилии, Мексики, Туркменистана, Великобритании, Эстонии и Румынии. Хедлайнерами турнира стали экс-чемпиона ACB в полутяжелом весе Давлиджан Якшимурадов из Туркменистана и поляк Карл Селинский. Поединок получился интересным и достойным своего статуса. Но не только этот бой запомнился зрителям. Обо всем подробнее смотрите в следующем сюжете. Все поединки бойцовского вечера были яркими и зрелищными. Но мы выделили самые запоминающиеся из них. Первый бой турнира был между дебютантами уроженцем Чечни Шамханом Эрзанукаевым и поляком Грегорзем Джоханяком. На самом деле в ACA нет практики, когда в клетку выходят бойцы без профессиональных поединков за плечами. Однако Майорбек Хасиев сделал исключение, откликнувшись на сообщение в социальных сетях юного Эрзанукаева, который просил разрешить выступить ему на этом событии. В итоге же дело дошло до судейского решения, и оно было вынесено пользу Джоханяка. Бывший чемпион легкого веса Абдул-Азиз Абдул-Ахабов возвратился в клетку после пятимесячного перерыва. С первых секунд боя Фостер бросился вперед, однако стартовый спорт не удался. Бой перешел в партер, где Абдул-Ахабову удался эффектный удушающий прием. Брайан, недолго думая, капитулировал. Не менее интересным получился бой экс-чемпиона польской лиги КСВ Асланбека Саидова и бывшего претендента на пояс ACB Сира Родригеса. Первый раунд продлился достаточно близким. У обоих бойцов были удачные моменты, но в этом раунде Родригес получил серьезное рассечение. И во втором суде остановили бой в связи с сильным кровотечением, отдав победу техническим нокаутом Саидову. Самый яркий поединок показали Ибрагим Чужигаев и поляк Петр Штрус. Бой продлился все отведенные три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей. Ибрагим забрал первый и второй раунды. В третьем он заметно подустал и здесь уже перевес был на стороне местного бойца. Необъятный мир смешанных единоборств свел в главном событии турнира СА-92 туркмена Давледжана Якшимурадова и Каролина Селински из Польши. Титульный поединок полутяжелой весовой категории соперники начали с осторожной разведки. Поляк старался вести бой первым номером, но активно в атаку не шел, предпочитая проверить Якшимурадова в стойке. Давледжан много перемещался по рингу, заставляя раскрыться соперника, и периодически заряжал в него и одиночные удары. Изрядно измотав соперника, в четвертом раунде Якшимурадов отправил его в нокаут и стал первым чемпионом Объединенной Лиги Эсей. Турнир в Варшаве подарил много ярких и запоминающихся эмоций поклонникам ММА. Следующий ивент Лиги Эсей пройдет 16 марта в Санкт-Петербурге. В главном бою Марат Мотиватор Балаев проведет бой за титул чемпиона в полулегком весе против обладателя пояса WFCA Салмана Жамалдаева. Помимо этого зрителей ждут и другие титульные противостояния. И снова о футболе. Чеченский полузащитник молодежной команды Монпелье Амир Адуев принес победу своей команде в матче 1-16 финала юношеской лиги UEFA. Французам противостояла португальская Бенфика при счете 1-0 в пользу лиссабонцев. Амир сначала отдал голевую передачу на своего капитана Клемана Видаля, а позже и вовсе отличился сам, поставив победную точку в матче. Отметим, что Адуев является воспитанником Академии Монпелье, имеет в послужном списке матчи за различные юношеские сборные Франции. В прошлом году он подписал свой первый профессиональный контракт и уже достаточно долгое время привлекается к тренировкам с основной командой. Также стоит добавить, что у футболиста двойное гражданство. Помимо французского он также имеет и российский паспорт. На этом у нас все. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Занимайтесь спортом и берегите себя. Адикёрш.